Давайте начнем. Что же такое ресурсный центр иностранных языков? Это наш новый онлайн-проект, который, с одной стороны, является продолжением наших основных проектов, в частности, университетской библиотеки онлайн. С другой стороны, это некий особый проект, который имеет собственные интерактивности, собственные онлайн-контенты, которым я вам расскажу и, может быть, немножко покажу. У ресурсного центра есть два варианта использования. Во-первых, через ЭБС университетская библиотека онлайн. В этом случае вы имеете доступ только к контентной части проекта. Это примерно 4000 книг на иностранных языках для преподавания иностранных языков, для преподавания русского языка как иностранного и так далее. В университетской библиотеке онлайн ресурсный центр обозначен как раздел, в который можно войти. И самое главное, для наших не подписчиков он может быть включен отдельно, без всей остальной библиотеки. То есть ему можно использовать как бы просто некий срез университетской библиотеки онлайн, который включает часть книг из нашей базовой коллекции, а также часть книг из издательских коллекций. Вот. Это первый простейший способ использования ресурсного центра. И второй – это использование через собственный сайт ресурсного центра. Он исторически у нас называется English Direct, но мы собираемся на нем развивать не только английский язык, но и другие языки. И об этом я тоже расскажу чуть-чуть подробнее. В этом случае вы имеете доступ не только к контенту, хотя к контенту вы тоже можете получить доступ, причем двумя разными способами, либо путем онлайн-чтения, как ВБС, если вы подписываетесь. А если вы физическое лицо, то вы можете получить доступ к любой книге путем переадресации на приобретение ее в интернет-магазине. Информационная структура ресурсного центра примерно такова. Вот в центре тут находится сайт ресурсный центр. Слева – ЭБС-университетская библиотека онлайн. Она является, по сути дела, хранилищем тех книг, 4 тысяч книг, о которых я говорил. Снизу находится интернет-магазин электронных книг, в котором можно приобрести каждую книгу в отдельности, если вы желаете, уже на скачку, как это обычно бывает в интернет-магазинах. Ну и справа наш Moodle, который реализован на нашей платформе, в котором ресурсный центр организует свои интерактивные упражнения. Собственно, об упражнениях чуть позже расскажу точнее об их конкретном составе. Смысл тут примерно такой, что к многим из книг, которые существуют, мы сделали некоторые дополнительные опции. То есть мы берем тексты из тех книг, которые существуют в университетской библиотеке онлайн, в ресурсном центре, собственно, о котором я говорил, вот эти 4 тысячи книг. Среди них, в частности, есть достаточное количество книг на иностранных языках по отраслям знаний, то есть для такого отраслевого изучения иностранного языка. Берем оттуда тексты и на основе этих текстов наши специалисты по иностранным языкам, которые мы специально приняли для этого на работу, делают упражнения. Упражнения как обычного характера, неинтерактивного, так и интерактивного. А интерактивные упражнения, они существуют в Moodle, они тоже основаны на этих текстах, но являются уникальными, то есть в самой книжке их не существует. Вот. О сути этих упражнений чуть попозже я вам расскажу. Итак, как найти нас в университетской библиотеке онлайн? Если вы уже подписчик, то это просто сделать. Вот. Выбираете ресурсный центр иностранных языков. Хотел бы только отметить, что если вы уже являетесь подписчиком ресурсного центра, подписчиком университетской библиотеки онлайн и перейдете в ресурсный центр, вам будет доступна только та часть книг ресурсного центра, на которой вы подписаны в результате подписки на ЭБС. Скорее всего, если вы специально не приобретали соответствующие издательские коллекции, то на них у вас, к ним у вас доступа не будет. Вот. Ну, тем не менее, некий срез, соответствующий ресурсному центру, будет для вас доступен. Что касается наших не подписчиков, то, по сути дела, сразу после входа в университетскую библиотеку онлайн, они попадают вот в этот разделчик, где им доступны только издания, соответствующие ресурсному центру. Сайт ресурсного центра выглядит примерно так. И состоит из трех основных разделов. Вот верхнее меню. Последнее мы с вами не будем рассматривать, это особый большой разговор. Итак, эти три раздела. Электронные книги, аудиоиздание и упражнения и топики. Электронные книги – это, собственно, доступ к тем четырем тысячам книг, о которых я говорил. Аудиоиздание – это некая выборка из этих книг, которая озвучена. То есть это аудиокниги, которые тоже на языках, которые можно послушать. Ну и, наконец, упражнения и топики – это вот как раз те самые упражнения, о которых я вам только что говорил. Ну вот тут отщелкнуто меню «Электронные книги». И здесь мы видим разделы, которые покрываются ресурсным центром. Это английский язык, русский, как иностранный, немецкий, французский, испанский, итальянский, восточные языки, древние и средневековые языки даже есть. Дальше раздел по методике, про переводоведение, литература на языке оригинала и так далее. Упражнения и топики. Если вы переходите в этот раздел, я прошу прощения, тут может быть не очень хорошая верстка пока. У нас этот раздел находится в стадии такого перехода к более удобоваримому виду. Ну вот пока как есть. Слева вы можете увидеть то, что сейчас есть. В настоящий момент упражнениями покрыт английский язык и вот эти вот разделы в английском языке. Английский в сфере управления, английский в сфере искусства и дизайна, в сфере туризма и гостеприимства. Хотел бы сразу отметить, что упражнения созданы специально под некие разделы. То есть это не общие упражнения, которых в общем-то достаточно много можно достать как в платном, так и в бесплатном доступе в сети. Это упражнения по видам знаний на соответствующем языке. Итак, английский для общепита, для юристов, для экономистов, деловая переписка на английском, английский для собеседования, английский для работы в иностранных компаниях, для деловых поездок, телефонные переговоры на английском. Вот такие вот примерно сферы у нас существуют и они пополняются. Надо вот иметь в виду, что это не последнее то, что у нас здесь есть. Мы постоянно пополняем эти разделы и по мере, ну, во-первых, по нашему собственному плану, а во-вторых, если у вас есть заинтересованность в каком-то разделе и вы готовы приобрести ресурсный центр, мы, в принципе, в очередности наших работ можем это и учесть. Кроме того, возможно, так же ситуация привлечения ваших специалистов для пополнения вот этих вот упражнений на соответствующем языке и в соответствующей сфере особенно. Ну вот, я тут нажал на раздел «Английский в сфере туризма», вот так выглядят отдельные уроки и в каждом уроке находится упражнение. Все начинается с текста и текст всегда взят из какого-то источника. То есть в отличие от упражнений, которые придуманы нашими сотрудниками, сам текст всегда взят из одной из тех книг, которые есть в ресурсном центре. То есть вопросы с авторским правом соответствующим образом решены. Если вы подписант на ресурсный центр, то никаких вопросов в этом смысле быть не должно. Вот, ну, кроме, собственно, самого текста присутствует, как правило, глоссарий, точнее, не как правило, а всегда присутствует глоссарий и упражнения. Так, ну вот, да, вот тут вот текст приведен. И текст всегда взят откуда-то. Откуда он взят, внизу страницы всегда высвечивается в виде вот такого вот плашки с возможностью чтения. То есть если вы подписаны на ресурсный центр, то у вас сразу возникает возможность чтения. Если вы еще не подписаны, то у вас есть возможность, ну, вообще у вас есть три возможности, да, подписаться на ресурсный центр, дальше заказать эту книгу от организации, либо как частное лицо купить в интернет-магазине за какую-то сумму, ну, уже тогда с возможностью скачивания экземпляра. Вот, вот две такие кнопки появляются. Заказать от организации работает кнопка, ну, практически как корзина, в которую вы складываете все необходимые книги. Потом, ну, единственное, что работает через нашего менеджера, не автоматически, как в большинстве интернет-магазинов, а через нашего менеджера. После того, как корзина собирается, вы отправляете этот заказ нашему менеджеру, и она уже с вами связывается, вставляет счет для юридического лица и так далее. Как я уже говорил, есть глоссарии, которые можно распечатать. Ну, распечатать можно любой раздел, если он только не интерактивный, интерактив не распечатывается. Вот, ну, глоссарий, я долго не буду говорить, один из важных разделов любого при изучении иностранного языка. Ну, и вот, собственно, упражнения. Упражнения сначала нормируются, пишется, что это за упражнение. Вид упражнения – текстовое, речевое, вопросно-ответное. Уровень B1, B2. Ну, и второе упражнение – такое-то, такое-то, такое-то. Упражнения бывают двух видов. Чисто текстовые. И тогда вы остаетесь внутри сайта, ничего не происходит, просто появляется новый текст, с которым надо что-то сделать самостоятельно студенту или учащемуся. И интерактивные, которые переводят вас на Moodle, в котором происходят, ну, такие более интерактивные вещи. Вот. Вот вид, пример текстового упражнения. Вот видите, тут просто несколько упражнений, несколько вопросов, на которые надо самостоятельно ответить. Ну, и книга, на основании текста которой это все сделано, которую можно посмотреть. Ну, и, наконец, упражнения интерактивные, которые находятся в Moodle и для которых надо перейти по этой ссылке и по этой кнопочке и попасть уже на соответствующее упражнение. Упражнения у нас бывают вот такого вида интерактивные. Они основаны на таком достаточно продвинутом тестовом движке Moodle и бывают такие. Тут, правда, наверное, не в последовательности увеличение сложности приведено, но тем не менее. Это вопросы на соответствие, вопросы на соответствие с перетаскиванием. Впрочем, эти два вида, они отличаются только интерфейсом. Выбор пропущенных слов, одиночный выбор, верно-неверно, но это самый простой. Одиночный выбор – это, по сути дела, такой традиционный тест. Верно-неверно – это еще более простая вещь. Это когда вы отвечаете «да» или «нет». Это самый примитивный тест, но зато очень быстро проходимый. То есть можно сделать много вопросов на «да», «нет» и они будут работать примерно так же, как немножко меньшее количество одиночных тестовых заданий. Далее краткий ответ и кроссворд. На мой взгляд, ну, кроссворд, он такой самый красивый, но я бы не сказал, что самый функциональный. Что касается краткого ответа, тут проблема, как всегда, это, по сути дела, вопрос, тестовое задание в открытом виде, которое всегда, ну, его трудно проверять. То есть это надо привлекать преподавателя для его проверки, потому что автоматически проверить его нельзя. А вот я думаю, что первые три формы, они наиболее, они вообще трудоемки в создании, но они достаточно хороши именно для языковых вопросов. Вопросы на соответствие вообще очень хороши для того, чтобы перетаскивать, скажем так, правильные ответы из одного языка в другой. Слева у вас, допустим, английский язык, справа русский, и вы выбираете правильные значения. Ну, а лучше всего, наверное, выбора пропущенных слов. Это вот прямо типовое упражнение из учебника английского языка. Вот оно обычно так и строится. Предложение, внутри что-то пропущено, три точки, вы должны чего-то туда вставить. Вот когда это сделано в онлайн формате, это и быстрее, и с другой стороны наиболее продвинутая такая форма. Вот, ну и я хотел бы вам... А, ну вот, да, как это все выглядит. Вот так выглядит примерно кроссворд. Верно, неверно. Перетаскивание. Собственно, вы знаете, сейчас я это лучше вам все покажу. Это соответствие без перетаскивания. Там, где надо просто выбрать из списка. Это с перетаскиванием. Ну, и вот выбор пропущенного слова. То есть несколько предложений. Предложения могут быть как отдельные, так и сформированные прямо в текст большой. Вот. И тут мы из списка возможностей что-то выбираем. Ну, и тут я хотел бы вам сейчас показать несколько вариантов этого. Для этого мне потребуется перейти сейчас в режим демонстрации экрана. Одну минутку. Сейчас я посмотрю, чтобы у меня не было ничего лишнего. Свою презентацию тоже перемотаю к этому кадру. Так, давайте попробую. Ну, пока с экрана перейти. Так, делюсь. У вас должен пока с экрана быть. Надеюсь, что он у вас есть. Ага, сейчас я перейду туда, что я хочу, собственно, показывать. Так, вот кадр, который я хотел бы показать. Ну, и вот тут примеры. Я начинаю на них щелкать и показывать. Да, ну, давайте покажу вам кроссворд для начала. Так. Начать новую попытку. Ну, надо отметить, что у нас уже... Так, вот он сформировался. Кроссворд. Ну, и тут мы можем начать что-то, что-то вводить, какие-то слова, да. Я не буду это делать. И вопросы, вопросы и тоже приведены на языке. Вот и ответы тоже должны быть на языке. Так, это вот один вариант. Что я хотел вам еще. Давайте покажу соответствие. Ну, верно-неверно показывать не буду. Это простейшая вещь, да. Соответствие без перетаскивания. Пройти тест заново. Ну, все эти вопросы мы с вами... Точнее, не с вами, а отдельно уже проходили. Поэтому есть... Они, как правило, уже в статусе пройденных. Приходится их перезапускать. Ну, и вот тут я начинаю выбирать. Вы уж извините, я тут от балды буду выбирать. Как-то... Все, что мне придет в голову. Скорее всего, ни в одном случае не попаду. Ну, мне этот тест должен сейчас сказать. Так, ну, здесь что-то... Вот так вот. Так, заканчиваю попытку. Дальше отправить все и завершить тест. Переспрашивают меня. Ну, и вот... Нет, в двух... Видите, в двух случаях даже угадал. Вот. И вот мне тут достаточно развернутая информация о том, как... И что сначала в виде крестиков и галочек, а ниже более развернутый ответ. Ну, и давайте посмотрим в соответствии с перетаскиванием и заполнение пропусков. Так, ну, давайте вот, например, вот это вот пройдем. Вот отсюда берем и перетаскиваем сюда. Тоже я это делаю произвольным образом. Тут достаточно длинное задание. Ну, и сейчас тоже проверим. Завершить тест. Завершаемся. Ну, и вот... Да, опять в двух случаях. Видимо, по теории вероятности примерно так и получается при произвольном заполнении. А вот. Ну, я, собственно, это вам показываю, чтобы вы посмотрели интерфейс и логику этих упражнений. Ну, и последнее, что я хотел бы показать, это заполнение пропусков. Давайте вот... Ну, вот упражнение типовое, а здесь... Сейчас, минутку. А, да, вот тут с перетаскиванием тоже. Вот так вот. Ну, или в другом случае с выбором из... из списка. В принципе, это... Ну, так, по большому счету это одно и то же. Давайте вот это вот... Покажу. А вот здесь, видите, выбор из списка. Я думаю, что это разные интерфейсные решения, но они не очень сильно отличаются с точки зрения изучения языка. Просто здесь я вам показываю разные интерфейсные варианты. Я не буду все... По-моему, вот здесь... Ух ты! Если все не заполнить, то и не даст посмотреть. Ну, сейчас посмотрим. Отправить и завершить. Нет, все-таки дало. Да. Ну вот, крестики поставила там, где я неправильно выбрал. Ну, и там, где я не заполнил вообще. Вот. И дальше объяснение. Вот так вот функционирует часть, посвященная упражнениям. Давайте я выйду из... из этого режима. вернусь в презентацию. Давайте резюмировать потихонечку. Итак, наш ресурс является конструктором и коллектором тематического контента. То есть, почему тематического? Потому что мы не ставим задачу в данном случае общего изучения иностранного языка. Да, то есть обычно это уже хорошо покрыто. Мы ставим задачу тематический контент, то есть контент на иностранных языках по по каким-то областям знаний. По поводу доступа. Доступ предоставляется подписке. Это один из вариантов. И при предоставлении по подписке, конечно, получается большое ценовое преимущество за счет, ну, условно говоря, за счет оптовой покупки. Для студентов возможна распечатка из книг. Доступ тоже предоставляется всем вашим студентам. Ну, и суть нашего проекта это превращение контента книг в некие интерактивы, которые я вам, собственно, только сейчас и показал. возможен доступ по подписке в ВБС университетская библиотека онлайн. Ну, собственно, я повторяю здесь. Как приобрести отдельную книгу для собственного использования физических лиц в интернет-магазине по кнопочке купить в магазине для организации покупка осуществляется через библиотеку университета, то есть по кнопочке для юридических лиц приобрести. На сайте можно запросить цену и связаться с менеджером. Какие у нас подписные форматы есть? Подписные это значит не по одной книге, а ресурсный цепь в целом. Доступ к полному разделу книг с тестовым доступом только для организации и доступ к тематическим модулям упражнений и топики с тестовым доступом для организации и без тестового для физлиц. Конкретно по ценам связывайтесь с нашими менеджерами, потому что там гибкая ценовая политика, все зависит от того, кто вы, сколько у вас студентов и так далее. Ну, все, я на этом заканчиваю. Я сказал, что сегодня не буду слишком много вашего внимания занимать. Вот, если у вас есть какие-то вопросы, я либо, если смогу, отвечу сразу, либо переадресую вас к нашей техподдержке или к нашему менеджеру, который этим занимается. Ой, прошу прощения, я про вкладку вопросов совсем забыл. Она у нас действительно горит. так, Ирина задает вопрос. На ресурсный центр нужно подписываться отдельно при наличии подписки на библиотеку. Я частично ответил вам, скорее всего, на часть книг ресурсного центра, если вы подписаны, вы и так уже имеете доступ. Речь будет идти о приобретении дополнительных, просто о приобретении дополнительных подписок определенных издательств. Вот, то есть, если вы подписчик, то вы можете эти книги набрать и по отдельности. Что касается приобретения возможности работать с интерактивными упражнениями, это должна быть отдельная подписка, но я думаю, что она может быть оформлена в рамках вашей основной подписки каким-то образом, чисто юридически. Так, Людмила задает вопрос на некоторые вопросы, которые вы показывали в примере с кроссвордом, может быть несколько ответов в зависимости от разновидности английского языка. О, хороший вопрос. В связи с этим у меня возникает вопрос, на какие национальные, региональные разновидности английского языка ориентированы ресурсные центры и вообще учитываются ли они. Да, зря я не позвал сюда нашу, была у меня такая мысль позвать сюда нашего специалиста Анну Губареву, которая, собственно, занималась изготовлением этих упражнений. Мой ответ, он такой интуитивный. Видимо, специально мы этим не занимаемся, но подбираются книги и, соответственно, в соответствии с подбором этих книг идет ориентирование на ту версию языка, я понимаю, там, американский английский, классический английский и так далее, которые в этой книге придерживаются. Думаю, это так сделано. Так, как подписаться на ресурсный центр? Ирина, давайте я возьму ваши координаты и передам их менеджеру, она с вами свяжется тогда. Так, ну вот, вроде бы я и ответил. Так, я возвращаюсь на основную вкладку. так, что-то еще. Ага, ну все, вроде решили, все. Вот, коллеги, я вас благодарю за то, что вы со мной сегодня были, три четверти часа. Наш сезон завершается в скором времени, вот, мы в следующем году обязательно продолжим нашу работу. в этом году мы провели примерно 225 вебинаров и еще несколько десятков отдельно для вузов. Будем продолжать эту работу и дальше. Провели пару десятков, даже больше курсов, онлайн-курсов. Это такие уже, наша такая фундаментальная уже работа. Вот, несмотря на то, что сейчас происходит у нас в стране и мире, мы держимся, продолжаем нашу работу и я думаю, что в следующем году, не думаю, так обязательно будет, мы с вами будем встречаться как минимум так же часто, как и в этом году. Приходите к нам, ну, в будущем году, само собой, еще неделя этого года, приходите на наши вебинары. Всем добра, мира, встретимся, ну, со мной, встретимся 27 числа, у меня еще один вебинар, а так приходите на наши вебинары этого сезона еще. Всего доброго! до встречи в Продолжение следует...